Здравствуйте! В эфире программа День города. Марина Комиссарова в студии. Мы расскажем вам о том, что происходит в городе. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Отходы производства в Рыбновском районе начались проверки на основании сюжета, снятого нашими журналистами. Квартирный вопрос. История расселения двух семей из аварийного дома на Семинарской продолжается. Внимание к газовому оборудованию. Смерть семейной пары от угарного газа. Разбираемся в обстоятельствах трагедии. Скотобойни бой. По обращению жителей Рыбновского района, наша телекомпания выехала на место, где избавляются от отходов скотобойни несоответствующими закону способами. На наш материал уже отреагировали специальные ведомства и выехали с проверкой на предприятие. Подробности Анна Герцовская. Первый выезд съемочной группы телекомпании «Город» в село Ходынино состоялся 9 ноября и показал, что на территории, прилегающей к мясокомбинату, расположена свалка бытовых и биологических отходов. Кроме того, была обнаружена канава, по которой ранее стекала жидкость неизвестного происхождения в прилегающий водоем. После выхода сюжета в эфир на наше обращение отреагировали представители Россельхознадзора и выехали с проверкой на место происшествия 15 ноября. В этот день первым делом создалось ощущение, что представители мясокомбината убрали мусор после выхода первого сюжета в эфир. Однако сразу же стало понятно, что свалку всего лишь переместили в находящийся рядом овраг. Сейчас здесь будет составлен протокол осмотра, так как имеются следы здесь механической уборки ранее находившейся здесь свалки. Кроме того, здесь еще были обнаружены следы остатки биологических отходов. Это кости животных, крупного урагатного скота. В соответствии с законами такие биологические отходы должны утилизироваться в специальном порядке с привлечением ветеринарных лабораторий. Сейчас будет составлен протокол осмотр, отобраны пробы и по результатам будет приниматься решение. Представители Россельхознадзора отметили, что эта земля имеет сельскохозяйственное назначение и здесь есть следы административного правонарушения. В частности, уничтожение биологических и бытовых отходов путем захоронения в землю, а также с помощью сожжения. Для того, чтобы это зафиксировать, были привлечены понятые, жители села Ходынино. Впечатление, что территория Олешника загажена. Все было зеленое, а сейчас один мусор. Видно, что и кости отходы были. Ну, культурно засыпано все. Не до конца, конечно, убрано. Но я считаю, это не уборка, правильно? Все осталось внутри. Когда эти пакеты целлофановые? Ведь они годами. Мне кажется, это даже со стороны нечеловечественно получается. Гадить на той территории, где вы работаете, нам здесь жить. Нам удалось связаться с руководителем этого мясокомбината в телефонном разговоре. Он отметил, что свалка не могла образоваться в результате деятельности предприятия, поскольку на протяжении последних шести месяцев оно не работает. Нет. Вы отрицаете, что мусор выбросили вы за стены предприятия? Да? Нет. Ну, этого просто физически не могло быть. Ну, а после того, как вы увидели наш сюжет неделю назад, вы решили все-таки его куда-то убрать? Ну, убрали, наверное. Я не знаю. Ну, вы давали распоряжение, чтобы вы убрали? Я не давал никаких распоряжений. Уборка территории – это не моя зона ответственности. Еще и уборка территории. А кто? Не знаю. Есть, наверное, какие-то люди, которые набросали, вот поэтому они убрали. Несмотря на то, что на этой площадке мусорных пакетов, резиновых перчаток, сожженных бытовых отходов и костей животных практически не осталось, пробы почвы могут показать, какой урон уже причинен окружающей среде. А это уже не мусорные пакеты. В них производится отбор почвенных проб для дальнейших исследований в лаборатории. Представители Россельхознадзора взяли пробы почвы в нескольких местах, на прилегающей территории к мясокомбинату. Стоит сказать, что ущерб может выразиться в денежном эквиваленте. Кто виноват в этой экологической катастрофе, остается открытым. Однако год назад данное предприятие уже привлекалось к административной ответственности. В октябре 2016 года управлением Россельхознадзора проводилось расследование административно с участием Межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам юридическое лицо ОТПК «Синергия» было привлечено к административной ответственности с наказанием административного срафа за порчу земель и невыполнение обязательных мероприятий по сохранению воспроизводства подлородия почвы. Кроме того, был еще рассчитан ущерб и предъявлена в настоящее время уже претензия к ОТПК «Синергия» и провести рекультивацию нарушенной части вот этого земельного участка. В тот раз здесь произошла авария, и неочищенные воды с предприятия попали на прилегающую территорию. Как раз на то место, где в этом году образовалась свалка отходов. Взыскать ущерб с мясокомбината, который составил порядка миллиона рублей, до сих пор не удается. Тем не менее, с октября прошлого года мясокомбинат продолжал функционировать. Представители Россельхознадзора подтвердили, что в 2016-м свалки мусора здесь не было. Остается вопрос, как оказались у стен скотобойни сожженные рога и копыта спустя год. В скором времени станут известны результаты проб, и о дальнейшем развитии ситуации мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жизнь семейной пары из Рязани оборвалась в один день и даже в один час. Супруги вернулись с работы и больше никогда не вышли из своей квартиры. Причина – отравление угарным газом. Случай в области уже не первый даже в этом году. Почему в квартире скопился угарный газ и возможно ли было предотвратить трагедию, разбиралась Галина Ершова. Погибли от газа – такова основная версия смерти супругов, проживавших в доме номер 22 на улице Фирсова. Трагедия произошла вечером 9 ноября. Без признаков жизни были обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 32-летней супруги. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть супружеской пары наступила в результате острого отравления угарным газом. На место прибыла бригада аварийной службы газа. Они обнаружили, что водонагревательную колонку и газовую плиту хозяева квартиры перенесли в другое место. По их данным, оборудование подключали самостоятельно. При проведении пробного включения проточного водонагревателя было установлено, что дымовый канал работает прерывисто, что привело к неполному удалению продуктов сгорания газа. Содержание даже 0,1% в воздухе вашей конкретной кухни начинает тошнить, кружится голова, ряб в глазах не имеет конечностей. Если концентрация угарного газа достигает 1%, это уже летальный исход. В данный момент Следственный комитет Рязанской области выясняет все обстоятельства произошедшего. Ищут и допрашивают свидетелей, проводят экспертизу газового оборудования, которым пользовались погибшие. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В 2017 году это первый для нашего региона случай нарушения правил пользования газом в быту, которая обернулась трагедией. В связи с этим сотрудники Рязань-Горгаза напоминают основные правила безопасности. Для нормальной работы проточного водонагревателя необходимо обеспечение притока свежего воздуха и надежное отведение продуктов сгорания через дымоход. Запрещается застраивать, закрывать вентиляционные каналы. Перед включением газового прибора необходимо убедиться в наличии тяги. Если она отсутствует, прибором пользоваться категорически запрещено. Три раза в год проводите проверку дымоходов и вентиляционных каналов. А для замены газового оборудования приглашайте исключительно специалистов. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Вот уже несколько месяцев, как большинство жителей дома номер 13 Г получили новые квартиры и сейчас, вероятнее всего, даже не вспоминают о деревянном покосившемся домике без особых удобств. Однако одна квартира в доме все еще остается жилой. Об этой ситуации наша телекомпания уже рассказывала. Ну а сейчас мы получили официальный ответ из администрации города. В условиях, далеких от комфортных, Елене Завьяловой и Вахе Шамаеву приходится жить уже не один месяц. Протекающая крыша, отсутствие отопления, проблемы с водой. Вот далеко не полный список проблем, с которыми жильцы дома номер 13 Г по улице Семинарской сталкиваются ежедневно. Остаться жить в аварийном доме их вынудили обстоятельством. Дело в том, что администрация города готова выдать им квартиру, но одну на двоих. После общения с Еленой и ее соседом наша телекомпания обратилась с запросом в администрацию. В итоге нам удалось пообщаться с начальником отдела по учету и распределению жилья. Как пояснил Владимир Губич, в недалеком прошлом к двум комнатам данной коммунальной квартиры были присоединены еще две. Но не как отдельная жилплощадь, а как часть к единому целому, о чем есть соответствующее постановление. Почему это было сделано, что сразу на всех было присоединено? Потому что вообще это квартира, две комнаты, которые получала Козлова, умершая в 1971 году, она получила это в 1971 году, а умерла в 1995. С тех пор лицевой счет, так называемый, на эти две комнаты не был переведен ни на кого из зарегистрированных в этом жилом помещении. А там были зарегистрированы сама Козлова и две ее дочери, Шамаев, который женился на одной из дочерей, и их дети. Ну и дети Завьяловы, и ребенок Завьяловы. В связи с тем, что у них была нуждаемость, в 1995 году было присоединено еще две комнаты. Когда началась работа по переселению жильцов этого дома, выяснилось, что нанимателя у социального жилья нет, так как после смерти матери Елены Завьяловой не были оформлены соответствующие документы. Кроме того, граждане, которые зарегистрированы в этой квартире, по факту там не проживают. В частности, дочь Вахи Шамаева. В связи с тем, что он наотрез отказался с нами сотрудничать, то есть ни на какие разговоры, ни на компромиссы сказал все, мы его пытаемся обмануть или что-то. Поэтому мы вынуждены были обратиться к Завьялову и пригласить его из Завьялова для того, чтобы в конце концов кого-то сделать нанимателем. Потому что без нанимателя мы не можем работать с данным переселением. Завьяловой было написано заявление о переводе лицевого счета. И в связи с отказом Шамаева о прибытии сюда, хотя он был уведомлен письменно, мы в конце концов в июне этого года было издано постановление, где лицевой счет данной квартиры был переведен на Завьялову. Получается, что все дело в едином лицевом счете, по которому, по словам Владимира Губича, соседи оплачивали коммунальные услуги. В очередной раз мы отправились на улицу Семинарскую, где жильцы аварийного дома вновь нас заверили в том, что лицевые счета у них были разными вплоть до июня этого года. Нет, у нас никогда такого не было. Всю жизнь у нас были разные лицевые счета, так как до его приезда проживал другой сосед. После его смерти занял квартиру он, но он занял все по документам. То есть не сам от себя. И разные лицевые счета, вот как вы видите, у нас все зарегистрировано. В этом году у нас объединила администрация без наших заявлений, без наших подписей. Утверждаю, что у нас один лицевой счет. Но у нас лицевого счета никогда не было одного. И на мои просьбы показать наш лицевой счет, хотя бы номер его, они отказываются. Вот это вот Козлова Мария, там 004-231. А это вот Шамай, Вах, это я. У меня 004-1 номер 27. И это было затребовано с помощью моего адвоката. На данный момент администрация города обратилась в суд, чтобы признать, что дочь Шамаева утратила право пользования данной жилплощадью. Соседи, по несчастью, в свою очередь, также подали в суд на администрацию иски о том, чтобы признать постановление о переводе лицевого счета незаконным. До решения судебных проблем мы не можем говорить ни о каком переселении граждан. По словам Владимира Губича, они прекрасно понимают, в каких условиях оказались жильцы этого дома. Им было предложено переехать в маневренный фонд, но они отказались. А почему нашему дому всем дали нормальный квартир, а нам двоим предлагают маневренный фонд? Если я туда переселюсь, я оттуда вообще никогда не выйду. А тем временем теплее на улице не становится. И если ситуация в ближайшее время не разрешится, соседям придется зимовать в квартире, непригодной для жилья. Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, крышки от бутылок – самый опасный для окружающей среды и экологии мусор, который практически не разлагается и наносит непоправимый ущерб планете, если только не утилизировать его правильно. Рязань встает на путь к хорошей экологии. В нескольких дворах появились эко-баки для сбора пластиковых бутылок – одного из самых токсичных и опасных видов отходов. Если в цивилизованных странах такие контейнеры – образ жизни, то в нашем городе – настоящее новшество. Мы сегодня установили специальные контейнеры для отдельного сбора пластиковых бутылок во дворе дома «Радищево-59». Специально для того, чтобы жители этого дома смогли выкидывать отдельные пластиковые бутылки, которые мы после этого будем с помощью наших партнеров утилизировать специальным образом. Каким и нужно – утилизировать пластик, а не просто выкидывать и закапывать в землю. В мусоре тоже денежки водятся. Подрядная организация будет предположительно с выгодой заниматься переработкой полимерных отходов. В итоге реинкарнация – пластиковая емкость получит вторую жизнь. Из пластиковой бутылочки мы выпускаем весь воздух. Это делается для того, чтобы объем вместительности ящика был значительно больше. И выбрасываем. То есть смятая бутылка, если обратите внимание, петь с маленьких бутылок – это одна наполненная бутылочка. Пока таких контейнеров в городских дворах всего три. Теперь дело за рязанцами. Отнесутся ли ответственно к сортировке мусора? От этого зависит, появятся ли я кабаки и в других дворах Рязани. Шиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в Акушерском отделении Шиловской центральной районной больницы новорожденного младенца. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данным следствия, вечером 21 октября этого года в Акушерском отделении центральной районной больницы города Шилова, несмотря на проведение ременционных мероприятий, скончался младенец. Вместе с тем, как установлено следствием, своевременное проведение необходимых медицинских мероприятий роженицы могло бы сохранить жизнь ребенку. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе следователями допрашиваются медицинские работники. В больнице изъята необходимая документация. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате два человека получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 35 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 7 677 нарушений правил дорожного движения и задержано трое водителей в состоянии опьянения. Утренняя прогулка для двух маленьких детей обернулась травмами. ДТП произошло в 7 часов 25 минут во дворе дома номер 52 на улице Октябрьский городок. Водитель автомобиля Рено двигался задним ходом и наехал на 4-летнюю девочку и детскую коляску, в которой находился младенец в возрасте одного месяца. Они гуляли вместе с мамой. После совершения наезда водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время ведется розыск данного лица. Также устанавливается личность лица, который находился в момент ДТП за рулем. В результате ДТП оба ребенка получили травмы, однако по предварительной информации они оказались незначительными. На месте происшествия детей осмотрели медики, госпитализация им не потребовалась. Водителю грозит ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев, либо административный арест до 15 суток. В данный момент расследование продолжается. Сотрудники ГИБДД выясняют полную картину дорожно-транспортного происшествия. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Митрополит Рязанский Михайловский Марк представил зрителям свою персональную выставку. Духовный деятель с детства увлекается и фотографией. На этот раз в объектив его камеры попала природа России. Поделиться красотой под таким девизом в библиотеке имени Горького открылась выставка работ митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Это третья персональная выставка автора. Она называется «Откровение премудрости». Если хотя бы кому-то эти фотографии, их рассматривание принесут радость, то для меня это будет, собственно, как раз вполне желание. Поскольку самое главное – это ваша радость и совпечастность к славе Творца. Спасибо всем вам. Более 30 фоторабот раскрывают красоту небросской природы средней полосы России. Ни к одной из них нет подписи. Это отличительная черта работ митрополита. Известно, что делает он их в путешествиях по всей стране. Однако каждый зритель узнает в снимках свои родные места. Есть знакомые места – река Прони. Я так заметил, вроде как она. Вот эти вот, кстати, здесь снопы сена, они тоже по дороге как раз. Мы ездим часто в Пронск. Там эти как раз, наверное, были сфотографированы. Митрополит Рязанский Михайловский Марк с детства увлекается фотоискусством. В школьные годы он ходил в кружок, в институте делал слайды на аппарат «Зенит», а затем на телефон. Возможность выйти, погулять с утра в 4-5 утра, когда в 6 утра, погулять по природе или днем, когда есть возможность. Это радостно. И встречаешься в всякий раз природу как именно открытый небо. Старое увлечение митрополит вновь вспомнил во время послушания и путешествия по миру. В 2016 году он представил свою первую выставку «Письма друзьям». Мне самой очень нравится такое искусство, как фотография. И немного знакома с творчеством митрополита Марка. Конечно, очень интересно, все очень реалистично, очень здорово. Знаю уже нашего митрополита как человека талантливого, высокообразованного, умного, умеющего и сказать, и писать. Очень симпатичные пейзажи, очень симпатичные ракурсы. Я просто поражен. Митрополит Марка говорит, что в своих работах старается отразить гармонию окружающего мира и напомнить о мудрости творца. Посетить выставку может каждый желающий до конца ноября. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте город62.тв. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok